У нас на каждой машине есть такие эти самые с адресами бомбоубежища, куда обращаться, как проехать, тут есть схемочка, адреса просто есть и есть схема на каком маршруте можно доехать по этому адресу, где есть именно бомбоубежище, что касаемо и трамвая, ну маршруты, и троллейбуса точно так же. Не, ну водители в основном сориентироваться смогут, а вот насчет пассажиров и как там открыто или нет будет, это уже вопрос. Я вам могу сказать, что допустим в том доме, где я живу, подвал вечно закрыт. Или допустим вот у меня мама живет по Чумаченко 23, там написано, ключ от подвала находится по такому-то адресу, который абсолютно не рядом, понимаете, вот в этом да, есть проблемы, я считаю так. Да, есть, вот в каждом вагоне, в книжке, вот. Дело в том, что у нас был инструктаж, мы проинструктированы, только, ну, самовольно не вскрывать, только в экстренных случаях. Вот, есть нам далее. Позвонить внутреннюю службу. А в какие службы позвонить нужно? Безпеки Украины, это главный, так, телефоны. Запорожжская область, управление громадской безпеки ГМВСС Украины Запорожжской области и телефоны черговой частины Запорожжской области. Если будет такая ситуация, я надеюсь, что в нашей стране такого не будет. Спокойно, не нервничать, довести до бомбоубежища и все, высадить. Спасибо.